Жители, пришедшие на встречу с заместителем главы района, против появления в их дворе новой многоэтажки. Её планируется построить аккурат между домами номер 3 и номер 5 по улице Лесная. Дом расположится таким образом, что лишит нас части рекреационной зоны, сетуют горожане. Единственная территория, на которой более-менее можно погулять с ребёнком, это как раз та площадка между 3 и 5 домом. И все жители Лесной 9, они так же, как и жители Лесной 3 и 5, вынуждены приходить на эту площадку, чтобы погулять с детьми. То, что рядом сейчас построили там выше детскую площадку, ещё где-то там в двух километрах, это абсолютно неудобно. С коляской туда, по этим лестницам, чтобы подняться, очень сложно. Мы против строительства на данной территории, то есть на нашей домовой территории, которая нам предусмотрена для пользования с 71-го года, с момента утверждения проекта застройки, градостроительного документа тех лет, на основании действующего законодательства, там всех нормативов, мы готовы доказать, что этот документ не был отменён в установленном законном порядке. Тем не менее, строительство именно этого дома с нетерпением ждут другие жители Красногорска. Более 130 квартир в нём будут переданы в муниципальную собственность для расселения очередников. Важно было отмечено на собрании сделать так, чтобы к уже утверждённому проекту строительства добавился и проект благоустройства прилегающих территорий, чтобы и у строящихся, и уже существующих домов были комфортные зоны отдыха и социальная инфраструктура. Для этого нужно наладить трёхсторонний диалог между жителями, компанией-застройщиком и администрацией района, отметил заместитель главы по вопросам архитектуры и строительства Михаил Ковалёв. Мы постараемся найти компромиссные решения застройщиками вместе с жителями, как можно реализовать и проект, и в то же время образовать те пространства, ещё раз повторюсь, которые бы удовлетворили жители. Может быть, какие-то у них ещё есть потребности. Ну, тут такой социальный диалог. На встрече были сформулированы самые актуальные вопросы, ответы на которые Михаил Ковалёв обещал подготовить к следующему разу. Мы стараемся на этих встречах разъяснить норму права, которые действовали на момент принятия решения, которые действовали на момент утверждения градостроительной документации и действуют сегодня. Всё это связать в цепь временных событий и попытаться объяснить, что на сегодняшний момент существует, если у них есть какие-то обоснованные причины или возмущения, попытаться объяснить, что такую позицию можно оставить в судебном порядке. В этот раз, как и в последующей, на встрече также будут приглашать представителей глав архитектуры и членов общественной палаты района, чтобы решение этой ситуации устраивало все стороны. Валентина Титова, Никита Рощин, Михаил Петухов, Марьяна Быстрова, КРТВ.